Доброе-доброе утро, мои хорошие! Доброго вам утра, хорошего настроения на весь день, чтобы всё прошло удачно. Всех-всех-всех вам благ! Я пью кофе. У меня осталось полчаса до выхода. Я уже выпила два стаканчика воды, выпила свой амепрозольчик, чтобы потом выпить гору таблеток. Представляете, сижу, пью кофе и думаю, а вдруг мне опять назначат сегодня кровь сдавать. Ну что ж теперь, уже выпила глоток кофе и откусила кусочек бутерброда. Да? Если что, теперь пусть откладывают на завтра. Как вы думаете, на гепатит надо сдавать на голодный желудок или можно покушать? Что-то меня никто не предупредил. Вот. Мороз у нас спал. Написано, минус 25, но на улицу я ещё не выходила. Выйду на улицу, скажу. Темень непроглядная, но надеюсь, за полчасика станет немножко посветлее. Всё, мои хорошенькие, ещё увидимся. Сейчас быстро пью кофе, причесываюсь, немножко марафечусь, переодеваюсь и бегом-бегом, вертолётиком в свою любимую поликлинику. Удачи, девочки и мальчики, всем-всем-всем на сегодняшний день и не только. Я уже иду в поликлинику. у нас светает. Морозно. Но ничего, не так холодно, как вчера. Сейчас вот буду проходить табло, что там написано. Не видно, сколько в градусах. Что-то у них там всё сбилось и время неправильно. 13.50 показывает, что это не то. Оно ощущается так, не знаю, может где-то минус 27. Рука замерзает. Ладно, ребятки, буду дальше топать. Плохо, что надо идти всё время вверх-вверх. Обратно-то хорошо. Вниз. Ну, было бы как-то средненько. Слишком уж высоко в эту гору переть. Да? Ещё тишина такая. Кто-то едет на работу, кто-то с работы. Ладно, пока-пока. А вот и я иду. Иду потихонечку. Время много ещё. Свободно. На камере как будто светлее у нас. Так ещё не очень светло. Иллюминацию уже всё отключили. Фонари отключили. Мне, оказывается, сегодня ещё на прививку третью. Там гепатита. Стала искать, перебирать, вернее, карточку. Проверить документы. Смотрю, там написано 17 февраля на прививку, на третью. А я вчера со всеми забыла. Но ничего страшного сделают сегодня. Медсестра сказала, что это не критично. Можно прийти хоть на месяц позже. Это первые две прививки обязательно в определённое время. А третью можно сделать и попозже. Вот волосы инием покрылись, а реснички главное нет. Но я как иду в темпе, мне даже жарко. Голова вся вспотела. А вот ноги от сапог до куртки замёрзли. Ну, ничего-ничего. Придём в поликлинику отогреемся. Даже перчатки, кстати, у меня побелели. А лицо нет. Лицо у меня горячее. Вот, по-моему, снежок начинает на лице появляться. Ой. Да. Зимушка, зима. утром, думаю, вдруг ветер. Не буду сильно краситься. Капельку реснички с утра сверху только. Верхнее подкрасила и всё. Фух. Так что зарядочка хорошая с утра. Да. Солнышко потихонечку где-то там появляется. сегодня рано. Вчера солнце начало появляться только после десяти утра. Хорошая прогулочка. Вот из-за того, что позавтракала, теперь, наверное, и завтра придётся с утра с утра идти на кровь. Я вот думаю, девочки, каждые пять дней анализы брать. Да, кровь. А клинику берут с пальца. Так мне за три месяца истыкают весь палец. Они же с одного пальчика берут. Да? Я уже вчера подумала, ой-вой, бедненький мой пальчик. Что же с ним будет за три месяца? Сплошной синяк. Ой, ладно, ребятки, пойду дальше. Потом ещё включусь. Ну, всё, подошла к поликлинике. Ребятки, теперь пойду в начальную прививку. Всё, ребятушки, я освободилась. Иду домой. Морозик как будто бы крепчает. Не знаю. В поликлинику шла. Казалось, что теплее. Обратно иду. Что-то холодно. Вот там поликлиника у меня сзади за спиной. Вот она. Ну, что, теперь дали мне направление в Питер. Не знаю. Приедет Дима с работы поговорим, что он скажет. Дали направление вот в Институт Пирогова. Сказали, зачем вам ждать три месяца. съездите. Может, прооперируют. Тем более, надо сдать пункцию. Мрач сказала, лучше сдать, чем после операции уже. Лучше быть заранее готовой ко всему. Ой, рука мерзнет, ребятки. Приду домой дальше, потом расскажу. Очень-очень холодно. Привет, мои хорошие девочки. Пришла из поликлиники, сейчас все расскажу. Забежала в магазин, купила наконец-то сахарную пудру, разрыхлитель и ванилин, манную крупу. будем с вами все-таки печь майник. Может быть, сегодня, сейчас, если я его запарю, может, сегодня спекю. Купила несколько свеклинок, сейчас поставлю вариться. Купила свежие дрожжи, морковочку и маслицепачку. За все отдала 307 рублей 98 копеек. вот такие у меня маленькие покупочки. Ой, вся мокрая, сейчас продукты уберу быстренько. О, смотрите, как мне сделали сегодня прививку и даже все заклеили. Еще не снимала, надо было же идти к врачам, поэтому медсестра мне все заклеила, сказала, перед операцией придете ко мне, я вам сделаю выписку всех прививок, какие у у вас есть. Нужно было мне сделать, это мне делали третью от гепатита по времени, а нужно было сделать прививку от кори, и она сказала, что-то там, я прививку вам делать не могу, потому что у вас есть антитела, перед операцией дам выписку и все там распишу, что и как. дала мне результаты анализов, сказала, от ксерокопируйте себе обязательно, копию вклейте в карту, а оригинал оставьте себе, он вам очень пригодится, показывает, что вот эти вот антитела есть. Как я, девчоночки, долго была на приеме, ого-го-го, ушла на прием в 7.30, а сейчас время 11.30, и вот я только-только дома налила себе водички попить, чтобы хоть немножко дух перевести. Ой, ребята, так бежала, даже забыла посмотреть, сколько градусов мороза. Ну, очень холодно, вечером потом буду снимать второй раз, вам скажу. Ой, умаялась, устала, прямо сил нет после этих врачей. Пришла я, вначале пошла, сделала прививку, сделали мне вот третью прививку от гепатита, потом пошла на прием к инфекционисту, инфекционист так увлеклась моей историей болезни, вот могу сказать, что это человек, вот от бога врач, вот единственный врач, который так внимательно подходит вот к проблемам больных, пока который мне встречался, это наш инфекционист, это вообще золотая женщина, не знаю, низкий поклон, она мне уже второй раз выручает, я ей рассказала историю, что вот я ездила на прием платно, потому что не дали направление мне, она говорит, как так, не дали направление, короче, девочки, она меня все обсмотрела, померила температуру, температуры сейчас нет, я ей сказала, что температура у меня только к вечеру, уже три дня, как у меня температура, а днем все нормально, вот она говорит, у вас это начинается базедовая болезнь, нужно срочно оперироваться, потому что потом глаза не восстановятся, глаза начали у меня вылезать из орбит, но я ей сказала, что у меня убойная такая доза, сказала, что дали направление на операцию НО в Петро-Заводск и ожидание три месяца, вы представляете, она мне тут же незамедлительно выписала направление, сейчас, секунду, кота выпущу, просится на улицу, вот, на чем я остановилась, она мне тут же сама предлагает, что я вам выпишу направление, вы поедете совершенно бесплатно в Питер, вот, в институт имени Пирогова на фонтанку 153 или 154 у меня записано, потом гляну, вот, ребята, так что буду звонить, буду договариваться и поеду в Питер, она посмотрела все мои результаты, посмотрела, что вот написано, что у меня очаговые изменения, сказала, я советую вам лучше в Питер, там все-таки все профессора, все такие умные, все-таки это институт и именно по эндокринологии, так что езжайте-ка вы туда, чем к нам, а то у вас тут все отрежут, а потом будут только смотреть, а может надо принимать меру уже сейчас, почему так много нужно ждать, болезнь-то прогрессирует, так что ребятки, буду сегодня звонить, буду договариваться, на завтра она мне назначила кучу-кучу-кучу-кучу анализов, всяких, каких только, наверное, возможно, узи, еще раз назначили мне узи печени, потому что у меня чего-то там, по-моему, если не путают тромбоциты, да, с печенью связаны, тромбоциты как-то ей не понравились, тромбоцитов много, много, по-моему, нужно 180, что ли, а у меня 240, как-то так, если я не путаю, могу напутать, пойду к ней на прием, на прием мне 24-го 24-го мне с утра на прием и посмотрим, что будет дальше. Все, мои хорошие, буду закругляться, вечерочком обязательно с вами встретимся, поболтаем. Пока-пока, мои хорошие!